У ребенка имя, у собаки кличка, а у каждой горки регистрационный номер. Но чтобы получить его такое сооружение, должно сначала пройти тщательный осмотр. Ведь ледовые забавы привлекают прежде всего детей, а значит, в целях безопасности горка должна соответствовать определенным параметрам. На что же обращают внимание при такой проверке? Это ограждение. Вы видите, спуски у нас все огорожены бордюрчиками, чтобы люди не выезжали и катающий не сбивал мимо проходящих людей. Здесь они все предусмотрены и сделаны. На каждом аттракционе должно быть правило для посетителей. Ступени, потому что большое количество травм получают при подъеме, даже не при спуске, а при подъеме на саму горку. Лестницы горок на площади Ленина проверку прошли. Каждая ступенька здесь имеет тканевое покрытие. Есть и специальные поручни из крепкого троса. Проверяют и сам спуск. Его длина рассчитывается по специальной формуле и зависит от крутизны аттракциона. А поверхность должна быть ровной, без трещин. Размер которых превышает 2 сантиметра. Дефект, который недопустим для использования оборудования. То есть они, он устраним буквально в течение полчаса, часа, его устраняют, заливают, заливают. Но вот такие вот трещины, которые вы видите, вмятин, недопустимы на спусках и скатах. Образуются такие дефекты не просто так, а по вине четинцев, которые специально портят ледовую красоту. Поэтому в обязанности оператора входит и ежедневный осмотр горок. Сами же операторы проходят аттестацию, чтобы уметь принимать верные решения в экстренных ситуациях. Ваш приход на работу. Что вы смотрите на аттракционе? Расскажите, пожалуйста. Целостность. Отсутствие каких-либо предметов на именно скатах, чтобы люди не поранились. То, что за ночь могут вморозить что угодно. Чтобы ступени были не скользкими. Если нашли какое-то нарушение, ваши действия? Сообщаю администратору, сообщаю охране. Несмотря на официальную регистрацию, сами четинцы, чтобы избежать несчастных случаев, не должны забывать о простых правилах поведения на горках. Не кататься в состоянии алкогольного опьянения, не использовать санки, плюшки и снегоходы, не толкаться, соблюдать дистанцию и следить за своими детьми. И, конечно, к самим горкам тоже следует относиться бережно. Каждый считает своим долгом отколоть какой-то кусочек или оторвать веревку, которые специально предусмотрены на лестницах при подъеме. Не говоря уж о цветных баллончиках, которые у нас в моде расписать стараются. Любую проверку нужно доводить до конца. И мы, несмотря на ужасную боязнь горок, не могли остаться в стороне. Телеканалу Забайкалья досталась особая миссия. Мы проверяем горки первыми. Итак, навстречу новому году. Екатерина Пешкова, Александр Смирнов, РТК Забайкалье.